Мой проект называется «Русская изба». Мой проект – это проект о музейном оголке, составленный именно в русском стиле, о русских обычаях, русской культуре, с элементами быта, убранствами разными, то есть показывающий старую русскую культуру, которую, к сожалению, сейчас забывается. И мы нашим проектом призываем вспомнить все это и хранить сквозь века. Я выступала с проектом под названием «Растаньте с пакетом». Этот проект нацелен на снижение количества выбрасываемых пакетов жителями нашего района. И мы хотим найти альтернативу именно обычным пластиковым пакетам. Мы шьем эко-сумки и распространяем их среди населения. Я выступала с проектом «Уличные гастроли». Это проект про пожилых людей, которые не могут навестить нас в клубе, в Доме культуры. И мы идем к ним на дом, улица собирается и мы показываем им свои мини-концерты. Выступление на престижном конкурсе волонтерских проектов – возможность для добровольцев заявить о себе и занять свое место в региональном и общероссийском рейтинге. Дальнейшая судьба наших 16 победителей – это попадание в топ-проектов Сибирского федерального округа, затем попадание в топ-проектов Российской Федерации. Топ-проектов Российской Федерации будет состоять более чем из тысячи проектов. Каждый этот проект будет оценен федеральными экспертами. И появится топ-100 – это лучшие проекты со всей страны. Я искренне уверена, что обязательно кто-нибудь из наших ребят войдет в топ-100, так как работы были сильные и достойные. И уже после этого ребята отправятся на очный этап защиты проектов в Москву уже на Всероссийский конкурс «Добровольцы России-2018». Победители регионального этапа добровольческого конкурса наградили дипломами и памятными подарками. А ярким завершением дня для участников конкурса стала обзорная экскурсия по парку «Россия – моя история». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова